Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего занятия – зарождение демократии в Афинах. Для Греции VII века до н.э. было характерно обострение отношений между Демосом и аристократией. Демос был возмущен тем, что и земли, и власть принадлежат аристократам. А аристократы, в свою очередь, с одной стороны, наживаясь за счет мелких земледельцев и, более того, обращая их в рабство, с растущим беспокойством посматривали на торговцев и богатеющих ремесленников. Перу аристократа-поэта Феогнида принадлежат следующие строки. Как оказалось, опасения аристократии в отношении Демоса были оправданы. В VII-VI веках до н.э. в Греции вспыхнули восстания, в результате которых к власти стали приходить тираны. Тираны – это народные вожди, и их власть была похожа на власть царей. Другое дело, что цари получали свою власть по наследству и правили по закону, а тираны добивались ее силой и правили по своему произволу. Как это не парадоксально, но многие тираны были из аристократов. И если им особо везло, то у власти они задерживались на несколько десятков лет. Правда, в конце концов, свергались все тем же Демосом. В Аттике тоже долго продолжалась смута, и ни одна сторона не могла одержать верх. Государство оказалось на краю гибели. Пресечь раздоры было суждено известному афинскому политику и поэту по имени Салон. В 594 году до н.э. знать и Демос сообща избрали его архантом. Сам Салон определил свое положение так «А я ж меж ними, как на спорном поле столб, встал на меже». Салон провел целый ряд экономических реформ. Земледельцы-должники освобождались от уплаты долгов. Попавшие в рабство выкупались за счет государственной казны. И впредь земледельцы рисковали только лишь землей, но никак не личной свободой. Реформы Салона стимулировали развитие ремесла и торговли. Торговцам, которые приезжали из других полисов, тут же давалось афинское гражданство. Была начата чеканка монеты. Помимо этого, Салон провел и целый ряд политических реформ. Все население Афин было разделено на четыре категории в зависимости от степени обеспеченности. Отныне доступ к власти получили не только знатные, но и богатые. Архантом мог стать человек, который не являлся аристократом по происхождению, просто обладал определенным богатством. Был учрежден выборный суд. В суд мог избираться даже бедняк. А еще вводилось народное собрание. Все члены народного собрания, все свободные афиняне назывались граждане. Значение реформ Салона заключается в том, что были заложены основы демократического строя в Афинах. Демократия, народовластия, форма общественной организации, которая признает народ в качестве источника власти. Еще одно направление реформ Салона заключается в том, что были отменены записанные ранее законы Арханта-Драконта. Ну и правильно, их давно надо было отменить, потому как о них говорили. Они настолько жестоки, как будто писаны не чернилами, а кровью. Салон, искренне пытавшийся угодить и аристократам, и Демосу, навлек на себя гнев и тех, и других. Аристократы были недовольны тем, что их права оказались урезанными, а Демос видел, что реформы недостаточно радикальны. У Салона был путь продолжить реформы, но для этого надо было стать тираном. Он считал это для себя неприемлемым и отправился в изгнание. Салон долго путешествовал и вернулся обратно в Афины уже под старость. Старость его была мирной, в политическом управлении он не участвовал. То, что Салон отказался стать тираном, вовсе не означает, что Афины остались без тирана. В 560 году до н.э. власть была захвачена родственником Салона, Песестратом. И забывчивые жители Афин приветствовали Песестрата так, как когда-то приветствовали Салона. На этом наше занятие закончено. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.